Всем привет! Амазонка заслуженно считается самой крупнейшей и самой полноводной рекой в мире. Ее длина составляет 6992 километра, а возраст 9 миллионов лет. В бассейне Амазонки раскинулся самый большой в мире дождевой лес. Человеку в таком лесу находиться очень небезопасно, так как там все буквально кишит ядовитыми лягушками, пауками, змеями и прочими тварями. Но в воде вас будут поджидать не менее приятные сюрпризы. В этом видео вы узнаете о пяти существах, которых стоит опасаться, находясь в Амазонии. И обязательно досмотрите видео до конца, так как в конце вас ожидает вопрос от копилки знаний. Поехали! Пять монстров Амазонки Древолаз Эта бесхвостая лягушка обитает по берегам рек и ручьев в дождевых лесах. Размером она всего от полутора до шести сантиметров и весит около двух грамм. Древолазы являются одними из самых ядовитых животных на планете. Их кожа пронизана железами, выделяющими небольшие доли яда, которых вполне достаточно, чтобы убить 20 человек. Яд древолазов вызывает аритмию сердца, ведущую к его остановке и вызывающий паралич дыхания, что в тяжелых случаях может привести к смерти человека примерно через 20 минут. Яду достаточно попасть в кровь через слизистую оболочку или мелкие трещинки на коже, чтобы он начал действовать. Кстати, древолазы не вырабатывают яд самостоятельно. Они получают его вместе с пищей, например, с панцирными клещами. Когда лягушки перестают ими питаться, они теряют свою токсичность. Живет древолаз 25 лет. Акула-бык Эти акулы обитают в тропических водах всех океанов. И так как уютно себя чувствуют в пресной воде, то часто заходят в реки, в том числе и амазонку. Это один из самых агрессивных видов акул, который представляет опасность для человека. Акула-бык достигает довольно крупных размеров. Она обладает самым мощным укусом среди всех ныне живущих акул. Сила ее укуса значительно превосходит силу сжатия челюстей других акул и даже белой акулы. Она любит охотиться в мутной воде, где жертве труднее ее заметить. После того, как она схватит жертву, она продолжает ее кусать, пока та не потеряет способности спасаться бегством. Тупорылые акулы считаются высшими хищниками и практически не имеют естественных врагов. Благодаря именно этой акуле в 1916 году Питер Бенчли написал роман «Челюсти». Американская копьеголовая змея Эта змея из семейства Гадюковых любит питаться грызунами, ящерицами и земноводными. Она активна лишь ночью, бывает охотится и днем, но только в пасмурную или дождливую погоду. Копьеголовая змея может достигать двух с половиной метров длины и при беспокойстве или тревоге начинает вибрировать хвостом. Это не агрессивная змея, но ее укус вызывает очень жгучую боль. После укуса человек чувствует головокружение, тошноту, рвоту, сильную головную боль и обширную опухоль укушенной конечности. Из носа и десен начинает идти кровь. Настает почечная недостаточность и мозговое кровоизлияние. Без лечения смерть наступает в 7% случаев. Арапайма Эта хищная тропическая рыба – настоящее живое ископаемое. Ископаемые остатки арапаймы были найдены в Колумбии и относятся к эпохе миоцена. Арапайма – одна из самых крупных пресноводных рыб мира. Ее длина обычно достигает двух метров, а вес – около 200 килограммов. Чешуя этой рыбы в 10 раз прочнее ее костей и настолько крепка, что арапайма спокойно может находиться в одном водоеме с пираньями. Этот хищник охотится у поверхности воды и питается в основном рыбой, но при случае не брезгует мелкими животными, включая птиц. На ее языке находятся очень острые костные зубы, которые вместе с небными зубами служат для удержания и измельчения добычи. В неволе живет до 10 лет. Хвостокол Эти рыбы ведут донный образ жизни. Хвостоколы – довольно крупные рыбы. Ширина достигает более двух метров. На хвосте у них имеется один или несколько неподвижных ядовитых шипов, на которых имеются бороздки, соединенные с ядовитыми железами. Шип покрыт тонким слоем кожи, в которой и концентрируется яд. С его помощью они защищаются от хищников, нанося им удары как будто кнутом. Так как большую часть жизни хвостоколы проводят на дне, зарывшись в грунт, на них можно случайно наступить. Они очень опасны для человека благодаря своему ядовитому шипу. Ведь крупные скаты способны пробить даже толстую кужинную обувь, не говоря об одежде. Когда яд проникает в колотую рану, он вызывает резкие спазмы, кровяное давление начинает падать. У человека начинается сильное сердцебиение, рвота, иногда случаются мышечные параличи. Возможен даже летальный исход. Теперь вопрос от копилки знаний. Назовите одно существо из этих пяти, которое живет дольше всех, и одно, которое весит больше всех. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова